Как записывать по кругу или сделать лайв луп? Всем привет! Сегодня я расскажу на основе программы GarageBand, как это можно делать. Прежде всего, это пригодится тем музыкантам, которые хотят записывать отдельные партии без остановки записи и таким образом собрать микс. Буду рад, если вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Для начала нам понадобится зайти в программу GarageBand. Далее создаем новый проект и в самом верху нажимаем Live Loops. После этого нужно нажать новый. Откроется секвенсор, в котором мы можем записывать по кругу. Нажав знак плюс слева, мы можем добавить необходимый инструмент. Первый инструмент откроем пианино. Мы будем его использовать для аранжировки. Добавляем также и другие инструменты, кликнув на знак плюс. Следующим инструментом будут барабаны. Вернемся в меню секвенсора, чтобы добавить следующий инструмент. Думаю, будет хорошо добавить и бас. Думаю, нескольких инструментов будет достаточно, чтобы вам пошагово показать, как все будет работать. Но вы можете добавлять абсолютно другие инструменты, которые нужны вам. Также включите метроном, чтобы была привязка к ритму. После того, как вы все настроили, выбираем необходимый инструмент. Нажимаем кнопку записи и ждем таймер. Далее нужно переключиться на другой инструмент. Давайте вернемся в секвенсор и выберем какой-нибудь другой. Например, бас. Лучше всего отчитать в уме 4 такта, после чего на предпоследнем такте нажать кнопку записи. И после таймера начинаем играть. А теперь давайте вернемся в секвенсор, где находятся остальные инструменты и выберем пианино, чтобы его также записать. Как и в прошлый раз, на предпоследнем такте нажимаем кнопку записи. И после таймера начинаем играть. Вот так просто вы можете записывать по кругу различные инструменты в программе GarageBand. А сейчас вы узнаете, как можно выключать некоторые инструменты во время записи по кругу. Для этого нужно вернуться в секвенсор и отключить партию того инструмента, который вам не нужен. Сейчас каждый инструмент играет свою партию. Давайте выключим одну из них. Повторным нажатием мы включаем инструмент снова. Таким образом, вы можете отключить даже партии нескольких инструментов. А если хотите включить или отключить все партии на этом треке, вам нужно нажать нижнюю стрелку. Надеюсь, ребята, это видео было полезным для вас. Подпишитесь на этот канал, чтобы его не потерять. Ведь тут различные интересные обзоры. Желаю всем отличного дня. Пока.